сегодня я хочу поговорить о правиле киргофа и об использовании его для того чтобы рассчитать его тока и напряжение в каждом из этих участков цепи когда возникает такого рода задачи ну когда вы используете обычного нома допустим берем вот эту нашу адрес то тогда вопрос решения задачи или находение тока в каждом участке цепи был бы решен однозначно и просто был бы он использовал но что делал когда он сдавает ДС это уже задача не соль тривиальной как вы можете заметить в некоторых книжках какие-то методики произведены они формулы нет но это путь неверный то есть не есть путь жедая поэтому я рекомендую вам использовать правил киргофа содержание состоит в том что она позволяет при помощи знания и простых каких-то манипуляций находить силу тока в любом участке цепи даже когда цепи не достаточной не такого уровня даже когда более сложность еще можно дорисовать что-то еще ким там сопротивление чем быть многочисленное добавим это запас еще ким там сопротивление дорисуем вот даже в этот случай можно будет всего только найти то есть более сложная схема ну что ж приступим к действиям сначала воспользуемся правила киргофа касательно модель суббота сперва правил киргофа который гостей что он гибрид что сама токов для каждого узла равняется 0 что это означает вот здесь изначально сам булки оба цены дырки я теперь если я допустим в виду какой нибудь направлении силу тока в каждой сочетности 2 да то есть то плода с текущего плюс к минусу то допустим в случае да вот в этом участке нас будет топ течь едва некоторые да поскольку отчетов плюс от минус и так вот положу его правильнее сюда да то на этом участке на ток не будет уже течь и 1 здесь от плюс от минуса тоже будет какой нибудь стороны или скажешь так и 1 и 3 но не суть важно то есть и один будет течь вот в этом направлении от плюс к минусу и 3 тоже как нибудь в этом направлении будет течь кстати не бойтесь если вы изначально направить 7 перенаправить неправильно эти стрелки то есть если вы будете про нашу задачу то в конце вы сможете найти правильных направлений а спросил то площадь резервный но вам я рекомендую всегда поделал следующим образом то есть полагать направлении только от плюс от минусу то есть от плюс от минусу здесь тоже от плюс от минусу и вот здесь вот текущий теперь рассмотрим каждого этих узлов если мы понимаем что в каждую узлу число входящих и число выходящих токов в сумме должно равняться 0 то 10 правил следующих знаков то есть каждый ток входящий в данный узел имеет знак плюс если он входит и знак месяц он выходит что такое выходить и входить то есть стрелочка направлен к узлу значит ток входит и допустим с точку б допустим направлен ток и 2 да из него выходит тоже ток и 2 потому что у нас полагается что сопротивление проводник проводов нет поэтому получается что результирующий ток сумма вот этого входящий входящий сиба минус и 2 будет равняться 0 теперь рассмотрим точку д пузел б в него входит только 2 то стрелочка полноправлен к нему причем при этом эту стрелочку с вами рисовали также к нему направлен ток и 1 плюс и 1 и из него выходит ток и 3 как вы видите он выходит выходит минус и 3 это все у нас равняется нулю вот таким образом мы написали правила киргофа первый правил киргофа да и выше сумма ток то есть все что входит берется знака минус а здесь минус а здесь 10 плюс вот для того чтобы определить силу тока в каждом из этих вот участка этой цепи не созданы идея сопротивление да это будет недостаточно ну то есть наш необходимо те 1 и 2 и 3 если все за одну другую нам следует еще воспользоваться вторым правил киргоф который гласит что падение напряжения на каждой участке в цепи будет также сумма день напряжения также будет обращаться что это означает означает следующий то есть выбираем некоторые обход контура выбираем обычно по часовой стрелке и так и для каждого контур отрисуем потом что такое контур контур любая запутая часть цепи то есть вот это может быть контур вообще производим вот это вот видите ли я красными виду это я выразил контур а б с а б с д д ф а и запишем второй правил кидов для него то есть е2 минус е1 потому что как вы видите е1 напряжение то есть вызывает ток в противоположную сторону то есть как вы понимаете здесь знаки определяются как бы течет ток а б д с по контр или против контр будет равняться и 2 и 2 и тут у вас может быть возникнет недопонимание почему я вот во первых здесь так записал и почему здесь у нас е2 е2 и а1 нету сразу да странно как-то но вообще поскольку мы полагаем не зря выделить обход контур а сейчас изображу видите что едва берется с анако плюс потому что ток через ней сейчас от плюс к минусу дождемся да видно что ток также от плюс к минусу но с обходом контуры ток не совпадает то есть вот видите вот здесь вот контур да вот здесь контур то есть тоже так будет направлено вход контура а вот это ток не совпадает если он направит противоположную сторону входа контура если бы у нас допустим он совпадал как мы покажем то он будет уже со знаком этот ds был со знаком плюс здесь бралось затем ставим равно и пишем и 2 r2 почему пишем и 2 r2 также ток через 2 течет по контуру вот и а только один в принципе нет потому что вот в этом участке цепи полагая что сопротивления нет вот поэтому падение напряжения здесь только один нигде не происходит собственно говоря вот вот и все такая вот ситуация сопротивление только двух участков местах участка есть самой схем конечно существует эта схема стабилизатор напряжения вот дальше рассмотрим следующий контур как я говорю контуру любая запутая часть цепи вот этот контур у нас рассматривается уже до д д и е пределах этого контура но можем записать что у нас будет ds уже здесь вот ds здесь идет от плюсы к минусу из когда вы смотрели вот этот вот этот вот контур большой этот был отрицательным то в этом случае будет уже положить ну то есть и ds опять-таки надо положить на направлении уже то есть только работам ds обходится контуром получается что это и один с плюсом то есть посмотрите и один отток который идет вдоль ds дс как бы в этом случае у нас его знак определяется с направленностью с направлением входа контур при всем при этом учитывать надо чтобы человек предназначен управлять напряжение контура надо везде одинаково полагается плюс и минус у нас здесь только идет и один так контур идет у нас обходится тоже в этом направлении как бы как вы видите он контур обходится как бы в том же самом направлении я уже здесь рисовал его да то значит у нас идет знак плюс здесь перед ли с 1 поскольку здесь вот в этом контуре больше других источников только нету то мы можем записать что также будет это равняться поскольку и и 3 r1 а теперь рассмотрим еще один контур который здесь есть это все за участки цепи сначала вам рекомендую записывать правила кругов вообще для всей цепи а потом уже для более конкретных частей вот так вот идет и так вот идет и потом вот этот большой контур видите его для него можно записать следующее правило поскольку большой контур а б с д д е а будет получаться что едва то что с 2 будет настоять больше д с в этом контуре нет всем при этом у вас на может возникать вопрос то есть что файл конкур входит все только то что лежит вот на этой линии этого контура вот то есть едва будет опять-таки будет равняться и 2 r2 потому что 2 и 2 с обходом контур совпадает и 2 r2 плюс и 3 r1 и в результате мы получаем некоторую совокупность уравнений остается вопрос можем ли мы теперь найти какие-нибудь силу токи из него но ответ очевидно можем теперь смотрим какие из этого уравнения мы можем очевидно эти силу токи 3 она будет записываться как и ds 1 на r1 из этого уравнения можем получить следующее выражение едва будет равняться это у нас идет в числитель r2 соединитель е 2 минус е 1 на r2 вот и теперь можем использовать для нахождения только едва либо вот это вот выражение последнее и также вот это выражение последнее кстати отмечу что уравнений может получиться больше чем неизвестных поэтому это может быть для проверки но сначала посчитать используем вот это очень будет нас равняться едва то есть и 3 и 3 и 2 для этого просто подставим отсюда и 3 сюда и 2 отсюда сюда тоже подставим таким образом у нас должно получиться равенство исходя это равней то есть пишем 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 пиш Получаем, что ds2 равен ds2 То есть получаем то же что Отлично, то есть контур мы выбирали и писали уравнение правильно Теперь смотрим с этим, что делать Здесь мы можем найти только i1 То есть i1 это i2 Еще раз перепишем, это будет i2 плюс i1 минус i3 равняется у нас 0 Отсюда следует, что i1 в нашем случае Будет равняться i3 минус i2 Это у нас будет ds1 r1 Минус ds2 минус ds1 на r2 Ну что, я добился того, что я хотел Нашел силу тока в пределах задания И попытался объяснить вам этот способ Применения правил кегов Для вот такого участка цепи Все, спасибо за внимание Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok